У нашей студии, как я анонсовал еще на початку первой годины прямого эфиру, интеллект-тренер Оксана Шевчук. Доброго ранку вам. Дякую, что вы с нами. Итак, предыдущая встреча у нас была несколько месяцев назад. Тогда стартовали ваши тренировки для мозга, скажем так, для николаевцев. Как сейчас успехи? Есть ли постоянные слушатели, ученики, студенты? Называть их можно по-разному. Как у них улучшение памяти? Добрый день, Виктор. Очень приятно, что пригласили. Меня действительно зовут Оксана Шевчук. Я интеллект-тренер. Да, у нас открыт клуб, и вы совершенно правы, николаевцы, очень активная аудитория. У нас всегда очень много участников и есть уже такой костяк постоянных учеников, скажем так. Интеллектуалы, назовем их так. Интеллектуалы, которые идут постоянно по стези развития и своего интеллекта, и своей личности. То есть это не только развитие памяти, это многостороннее развитие личности. Мы развиваем дивергентное мышление, мы учимся говорить публично, мы стараемся быть развиты многосторонним. Видите, вот сейчас на экране как раз кадры из нашего клуба, когда мы тренировали умение убеждать друг друга, да, то есть замечать, как люди реагируют на нашу речь, как вообще они себя ведут. Одним словом, обучаете всему, чтобы быть успешным. Совершенно верно. В любом разговоре, то ли это разговор друг с другом, то ли это большой публикой, то ли с руководством, когда надо утвердить какой-то проект, и хотелось бы его реализовать, да. Все верно, еще мы учим придумывать эти проекты, создавать самые гениальные идеи и доводить их до реализации, все самое главное. Если говорим о таких вот встречах, формат, как это все происходит и, скажем так, вот выборка самого, может, интересного, вот какие-то лайфхаки, что можно даже делать дома, чтобы тренировать себя. Замечательный вопрос. Да, действительно, у нас программа очень обширна, наша система тренировок продумана до мелочей, и она идет циклично, то есть у нас есть спираль роста. Сначала мы прорабатываем ораторское искусство, дальше у нас идет диверкентное мышление, потом у нас идет умение убеждать, мы учимся на историях великих людей, и плюс занятия идут в двух направлениях. Первый – это клуб, второй – это интернет. В интернете каждый ученик получает личный кабинет, в котором он тренируется в течение недели. В начале недели он получает задания, в течение недели выполняет, и в конце недели – отчет. Причем задания эти построены больше на размышления, то есть, потому что мы понимаем, насколько быстро наш век, да, сейчас, и добавлять какие-то еще уроки, да, домашние упражнения было бы лишним. Поэтому наша задача – помочь человеку вернуть гибкость ума, потому что это такая же мышца, как и любая мышца нашего тела. Только по причине каких-то социальных рамок мы мыслим так, как нужно мыслить, да, казалось бы. Да, да, и нам бы хотелось, чтобы эти рамки как раз ушли. То есть те ограничения, которые есть у нас, формировались в течение жизни за счет нашего окружения, общения, да, то есть обучения каких-то, да, рамкам, стереотипам, плюс мы мыслим больше линейно, да, вот у нас привычное мышление, оно линейное, то есть есть какие-то факты, и мы приходим к какому-то заключению. На самом деле очень эффективное мышление дивергентное, когда есть задача, которую надо решить, и накидываешь большое количество вариантов этих решений. И вот такой вот как бы лайфхак, да, то есть который можно предложить нашим слушателям, это как раз брать обычную вещь, какую-то, например, ручку, да, и придумывать варианты использования этой ручки. Применение. Ох, фантазия бурлит. Фантазия бурлит сто процентов. Причем, заметьте, что дети до школьного возраста, они придумывают до двухсот вариантов использования этой ручки. При этом они задают вопросы такие, а что если она будет из пенопласта? А если она будет, да, там, 200 метров в длину, а если она будет шоколадная, возможно, она стеклянная, да, и так далее. А если она, наоборот, будет очень маленькая. Взрослому человеку это делать сложно, думать, как это можно сделать. Вот сразу видит пластиковую, все, что же с ней можно сделать? Что же можно с ней сделать? Кроме того, что поломать. Ну, поломать, можно еще стрелять, кидаться, да, то есть вот такие варианты решений. Но постепенно в процессе тренировки появляются очень разные идеи. Для чего это надо? Потому что, возможно, где-то нам в жизни, в бизнесе, в нашей карьере надо находить какие-то решения. И не всегда первое решение будет лучшим, да. То есть, если мы накидываем много-много решений, возможно, какие-то из них будут вообще абсурдны. Но лучшее решение будет, может быть, двадцатым, пятидесятым, да, и так далее. Тогда мы можем найти как раз то, что, ну, может нам, нас как-то... Кроме того, сегодня еще стартует, скажем так, определенный вид в части вот этих интеллектуальных тренировок. О ней бы хотелось тоже узнать более детально. Угу. Благодарю. Да, действительно, сегодня у нас будет тренировка развития гениальности. Это очень уникальная тренировка. Я так понимаю, будет большой спрос, потому что кто же не хочет почувствовать себя гениальным в этой жизни. И вот есть люди, которые могут этому научить. Сто процентов. Самое главное, что гениальны все. Но нам, от нас это скрыли. Нам как-то убедили. Нам об этом не рассказали, да. Нам об этом не рассказали. И, наоборот, нам говорили, да, то есть, ты посредственность в школе, наши воспитатели в саду, родители, которые не знали, да, что мы на самом деле гениальны. Будь как все, это главная установка. Будь как все, да, это надо. Веди себя правильно. Не высовывайся. И поэтому очень многие забыли о своем гении. На самом деле, мы помогаем в нашей тренировке, выполняя очень простые задачи. Мы решаем открытые задачи. То есть, задачи, которые не имеют решения. Ну, можно, да, там, идеальное какое-то, ну, предположить. А бывают таких, которых вообще нет. И наши участники, они стараются дать много, колить какие-то вот практичные варианты решения. То есть, решение может быть много разных обсуждений. А задачи наших зрителей? Может, какую-то задачку одну? Самую простую, да, детскую. У нас еще детское есть направление. Хорошо. Пусть они подумают. Я предлагаю. Думаю, они заинтересуются. Например, задача такая. Ёжик в лесу, да, вот мы видим часто их осенью, они ходят на картинках, во всяком случае, с яблоками и какими-то, да, там, грушками. Причем выбирают самый кислый. Но уже известно, что ёжик на самом деле хищник. У яблоки, грушки он точно не ест. Есть мыши, а вообще зимой он спит, вообще не надо никакие запасы на зиму. Зачем он это делает? Боже мой. Пошли размышления возле телеэкранов, мы двигаемся дальше. Отлично. Если говорим о сегодняшней идеальности, которую будете открывать, развивать, что во сколько, когда, как можно записаться, как стать участником вообще этих интеллект-тренировок, вот так. Угу, отлично. Наши тренировки проходят два раза в неделю, это вторник и пятница, 18.30, проспект Центральный, 147-2. Записаться можно у нас в Фейсбуке, есть анонс нашего мероприятия, можно там оставить заявку, заполнить гугл-форму, также там указаны телефоны, по которым можно связаться. Если не получится, да, напрямую связаться, приходите по этому адресу, мы вас встретим и дальше уже вы сможете тренироваться. Будем обучать дальше. Вот так, друзья, на самом деле все очень просто. Открывайте свою гениальность и помните о том, что тренировать свой мозг эту мышцу тоже стоит. Не знаю, если нет времени хотя бы посещать, то элементарно какие-то приложения на телефон тоже можно на логику скачать и уже тоже прокачивать свой мозг для того, чтобы все получилось. Вам спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо. Думаю еще раз, что сегодня есть возможность у вас прийти на захит, который будет присвячен тому, чтобы открыть свою гениальность. Около три часа, нагадаем еще раз. 18.30, проспект Центральный, 147, дробь 2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова